Если для нас, детей еще рожденных в СССР, мы общались с нашими бабушками, дедушками, которые были живыми носителями той истории, которую рассказывали через себя, через личности события Великой Отечественной войны, то, конечно, для детей сейчас это событие, которое было в далекой истории, и для них это неосезаемо так, как было осезаемо для нас. Но я считаю, что у нас сейчас и в системе образования и воспитания, и тем более общественное объединение, они предлагают такие формы работы, которые вовлекают детей, подростков в эту деятельность. Ну чего только стоит наш проект «Родные лица Победы», который стартовал в 2019 году как альбом, который подписал сам глава государства Александр Григорьевич Лукашенко «Беларусь помнит». Мы проехали по всей стране, собрали интересные истории, фотографии, которые приносили сами дети и наша молодежь. Потом, конечно, у нас появилась интерактивная форма, которую можно заполнить на сайте. Ну и жители столицы и гости столицы могут увидеть сейчас этот проект прямо на площади Победы на интерактивных картах. Это один из примеров таких форм работы акции. Наш проект «Цветы Великой Победы» стал поистину национальным, когда в преддверии 9 мая, 3 июля на груди у каждого белоруса появляется красно-зеленая ленточка с яблоневым садом. Бутоньерка любят называть. Бутоньерка любят называть, да. Поэтому таких примеров много, и каждый год мы готовим действительно какие-то новые формы, интересные формы. Не только посещение музея и рассказы, но и Минская городская организация у нас уже. Который год реализует проект «Мой фильм о войне», когда мы стараемся, чтобы ребята сняли буктрейлеры к определенным книжным изданиям, посвященные этой теме. Поэтому мне кажется, что мы стараемся идти в ногу со временем и эту тематику тоже подавать по-новому. Но если говорить, допустим, даже на международных площадках, когда мы присутствуем, эта тема поднимается постоянно. Потому что скрепы именно сохранения исторической памяти, когда мы рассказываем, кто именно добыл Великую Победу, но многие считают, что это герои Марвел. К сожалению, и такие у нас случаи есть. А мы стараемся все-таки показать реальных людей. Что это были наши предки. Были наши бабушки и дедушки. Продолжение следует...